Привет, друзья! Сегодня готовлю быстрый и вкусный рулетик из кабачков. Муки в рецепте нет, только кабачок, яйцо и сыр. Ну и, конечно, ингредиенты для вкуса. Соль, перец, можно добавить чеснок, любая зелень. И изюминка в рецепте это кунжут. Количество ингредиентов в описании под видео. Итак, приготовим. Небольшой кабачок весом 250-300 граммов тру на терке. Если кабачок взрослый, он тоже подойдет. Просто необходимо снять кожицу и удалить семена. Слегка присолю, перемешиваю и убираю в сторону на некоторое время, чтобы кабачок пустил сок. Можно не присаливать, кабачок через некоторое время и так отдаст лишнюю влагу. Семена кунжута беру 1 десертную ложку, но можно взять и 1 чайную ложку. Это на любителя. Если вы не любите кунжут, можно его не добавлять. Кунжут слегка прокаливаю на сухой сковороде. И даю остыть. Сыр тру на крупной терке. Можно брать любой твердый сыр. По вашему вкусу. Зелень мелко измельчаю. Зелени потребуется совсем немножко, несколько веточек. 3-4. Кабачок отжимаю. В разогретую сковороду добавляю немного растительного масла и отправляю туда тертый, отжатый кабачок. Слегка обжарю и накрываю крышкой. Буквально 4-5 минут и кабачок готов. Яйца отправляю в миску. Взбалтываю. Не забываем посолить и поперчить по вкусу. Добавляю слегка остывшую кабачковую массу и все хорошо перемешиваю. В разогретую сковороду добавляю растительное масло. Отправляю массу в сковороду. И если надо, разравниваю. На среднем огне поджариваю блин. Накрываю его крышкой, чтобы верх хорошо схватился. Так как нам надо будет блин умело перевернуть. Толщина блина достаточно большая. 1 см или даже больше. Переворачиваю блинной лопаткой на обратную сторону. Здесь надо аккуратно проделать. Либо лопаткой, либо перевернуть на крышку блин. А затем аккуратно его спустить обратно в сковороду. И подрумянить. Горячий блин выкладываю на бумагу. И сразу же раскладываю на него слой сыра. Затем зелень. И присыпаю кунжутом. С помощью бумаги сворачиваю блин в рулетик. Сворачиваю как можно плотнее. Блин горячий, поэтому стараемся не обжечься. Можно подождать, когда блин слегка остынет. Но тут главное, чтобы сыр хорошо расплавился на его горячей поверхности. И плотно распределился внутри рулетика. Заворачиваю в эту же бумагу и оставляю остыть примерно на полчаса при комнатной температуре. Затем отправляю в холодильник минимум на 1 час. Остывший рулетик хорошо нарезается. Он очень нежный, вкусный. Приятно чувствуются семечки кунжута. Подавать его можно хоть каждый день. На завтрак, на обед или на ужин. Приятного аппетита и до новых встреч! Продолжение следует...